всем привет вы на канале этого и распаковки я вас продолжу знакомить с продукцией компании сяоми и сегодня у меня на обзоре будет металли стик это такая android приставка только не такая как привычная всем mi box с а в виде вот такого стика сейчас распакуем этот коробочку посмотрим что внутри какая комплектация подключим к телевизору немножко покажу как и есть приложение как им пользоваться и в конце сделаю выводы стоит ли покупать эту штуку или нет расскажу какие плюсы и минусы но по моему мнению но об этом говорим чуть позже мне нравится такие упаковки потому что такой товар точно целый пришел и сейчас посмотрим что это такое и это у нас пришло посылка от компании сяоми это такой мистик вернее мистик это я выпускаем воздух с этой посылочки и вытаскиваем и так посмотрим это такая android приставка типа андрюха он же димон он же гоша из канала android news который моментально получает девайс от компании сяоми мне немножко пришлось подождать так как этот товар я заказал в китае но все равно вдруг кто не видел обзоры его или високома или еще кого-то посмотрите мой обзорчик вдруг кому-то пригодится я конечно до них еще далеко их как бы уже есть телевизоры smart tv но когда запускаешь кино или еще что-то хочется посмотреть оно не идет потому что он слабенькая smart tv которые встроенные в телевизорах очень слабая и для этого люди покупают android приставки но они большие объемом а вот компания сяоми вот выпустила такую новинку в виде стика виде карты памяти в виде флешки которые можно поставить в телевизор ну здесь подписано все что что она поддержит google play disney plus netflix google ассистент голосовой ассистент я уже просто открывал поэтому так сказал ну сейчас посмотрим на комплектацию и подключим телевизору на это будет чуть позже сейчас я вам покажу есть конечно подобные девайсы у других компаний но это уже не то такая комплектация ну в компании 7ми как всегда запаковано оранжевый цвет их не фирменный вот книжечка митэви стик посмотрим здесь на разных языках как все подключается как все активируется арабский здесь вот русский вот нарисовано сзади ставишь телевизор или можно через usb прямо в телевизор если есть usb выход на телевизоре или общем я вам это все покажу еще мануал очки xiaomi любит мануал очками забрасывать вот такой адаптер питания комплектация компании xiaomi 2 ампера 5 вольт ой 5 вольт 1 ампер люблю слюнышки конечно сдирать посмотрите он встает такой превращается такой красивый глянцевый питание адаптер питания так что вот такой дальше что у нас комплекте идет дальше у нас идет комплект сейчас мы откроем вот такой кабель для питания это я напомню если нету в телевизоре usb чтобы питать сам стик можно с помощью этого блока питания в розеточку и будет он питаться кушать энергию также такой hdmi удлинитель который тоже можно сзади в телевизор оставить или есть хотите стик куда-нибудь вынести подальше можно пользоваться этим удлинителем также в комплекте идет такой интересный выт сейчас про мере батареек конечно же как всегда нету но китайцы не любят ложить батарейки вся вами думаешь овнику посмотрите вот здесь такой круг такой приятный на ощупь поинтереснее здесь быстро к быстрого доступа к нетфликсу prime видео звук голосовой ассистент а макай google и он ищет ну и сам стик вот сейчас откроем эту пленочку тоже люблю я пленочкой просто снимать как она там снимаем эту пленочку тоже здесь такое глянцевое здесь код который можно по скранировать и на сайте сями посмотреть это оригинал или нет вот здесь здесь сюда ставится питание вот мы сюда подключаем питание и ставим или в розеточку или сам телевизор если есть чтобы на тебе питать вот чем удобно эта штучка вот приставки они большие это маленькая например едете куда-нибудь в командировку куда-нибудь на отдых вкинули в карман вот это все пульт достаточно подключили к телевизору и продолжаете смотреть любыми и фильмы любыми и сериалы youtube своих любимых блогеров все будет в этом и можно с собой возить место много не займем ну можно блок питания на всякий случай хотите но в основном на многих телевизорах уже есть просто просто реально место не занимает удобная штучка так что хорошая нож подключим и посмотрим в 4к он конечно не работает но я думаю и зачем сейчас не но немного сейчас видео в 4к кто хочет 4к уже покупайте самыми бокс с hd формате все работает ну что пойдем подключим и посмотрим как он работает что в нем поехали наши tv stick телевизору и сейчас посмотрим на что он способен сейчас зайдем настройки посмотрим вот он подсоединен уже к вай фай сети я уже его подключил нужно вводить аккаунт приложение и сейчас посмотрим об устройстве об устройстве щас так обновление системы можно название устройства телевизор к спальне я когда подключил вот этот me tv stick было написано что нужно выбрать там подключить спальня прихожая зал здесь перезагрузка сеть название модели me tv а я спу версии android 9 и 0 обновление безопасности 5 июля версия ядра официальная лицензия netflix вот плюс еще этого стика что здесь официальный netflix мой кто хочет можно посмотреть свои любимые сериалы на месяц оформить можно netflix вообще бесплатно посмотреть там через свой email понравится не понравится мне например netflix очень нравится интересное что месяц халява если понравится можете выбрать себе свой пакет там есть семейный пакет на каждого члена семьи можно выбрать кто что смотрит ну кто знает netflix это хорошая штука тем более здесь нет вот вызывается быстрой кнопкой тогда то время язык можно выбрать клавиатура экран на расширение экрана можно выбрать вот здесь видите разные есть положение экрана hdmi звук хранилище хранилище устика 51 гигабайт свободной памяти я уже немножко сюда приложение поставил здесь него 1 гигабайт оперативки и 8 постоянные но этого вполне достаточно для всех функций для просмотра видео для всего google ассистент chromecast есть включенная функция это очень хорошая интересная функция вот когда в телефоне смотрите youtube вот вот этот значок выше youtube а нажимаете на значок и изображение с телефона передается на экран очень полезная штука чтобы не портить глаза в телефоне можно пользоваться хромкостом заставка кстати если вы не пользуетесь где-то минут пять экрана включается очень красивая заставка не кроном а мистиком включается заставка которая там меняются красивые картинки так что у телевизор можно использовать в качестве качестве картины красивые картинки вот так меняется вот такая заставочка вот так теперь продолжим дальше знакомиться но заставки меняется там по-разному что здесь можно установить ну вот например первое приложение которое я пользуюсь это netflix кстати вот этот пульт он bluetooth пульт так что не нужно прямо отъехать до приставку вот поэтому стик сзади спрятанный сзади телевизора и в любом месте комнаты можно пользоваться пультом это очень удобно и вот я поделил на четверых кто смотрит сейчас включаю вот мой и вот здесь видите выбираете фильме она уже листать вот например включаю вот этот сериал викинги и пошло такая уже идет реклама сюда переключаем этот сериал пошел так что я пока стоит то что идет месяц бесплатного просмотра вот пересмотрю видимо кого затерянные космосы и другие сериалы почему бы не пересмотреть а там будет видно потому что это официально все разрешено очень хорошо что и нетфликс работает прекрасно картинка идет плавно все работает все красиво так что здесь еще это ну youtube youtube не буду показывать он тоже самое что в телефоне все идет без разных промоточек все идет красиво в общем youtube работает замечательно youtube музык можно поставить музыка играет зайцев fm это радио вот это все это и пяти в лист тоже можно вот поставить и не нужно никаких антен ничего смотрите разные передачи все все каналы все показывает да если найти хороший плейлист вот видите идет здесь здесь еще есть функция вот мне в этого плейлиста что нравится вот например есть камень ой хоть и не греет но картинка показывает и такой канал камин или немножко расслабиться чтобы можно включить аквариум посмотрите аквариум и вашем доме будет свой аквариум плавают рыбки видите скалярики эти все неончики обычный аквариум просто ставите красивая музыка вот так чем еще для любителей фильмов сериала вот есть такой кино мб это тоже хорошее очень приложение здесь фильмы сериалы выбираете что вам надо смотрите фильмы сериалы все что надо нажимаем пошел все красивая картинка все идет плавно красиво никаких их провисаний меня интернет вообще слабенький 5 10 мегабит секунда но все идет красиво без зависания приставка быстро очень быстро несмотря на то что это всего лишь навсего стик работает быстро вот такие здесь функции ну здесь есть еще play market так что можете подобрать какие вам надо приложения сейчас зайду покажу вот нажимаем приложение и верху еще приложение нажимаете и куча куча приложений куча разных кинотеатров все что хотите facebook видео вот youtube кис детский youtube вот все 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 она есть вот мегагол и в сами выбираете что вам надо на любой вкус внизу вот например поделена категории вот здесь и развлечения и пошло 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 поехала куча развлечений музыка аудио тоже по своему вкусу выбираете любое приложение которое вам нравится любое радио видеоплеера инструменты все что нужно там випианы ну все все есть стиль и спор для любителей спорта вас куча всяких приложений есть здесь конечно и игры но stick сделанный не для игр потому что это более мультимедийные устройства ну поиграться можно какую-то легонькую игру и поставить но сказать все приложения работают быстро все хорошо здесь видите такое меню которые под например забираете youtube и вот отлистаете кого вам выбрать здесь такой google play рекомендуемые приложения которые можно скачать вот здесь что еще я показал здесь можно подключить и bluetooth гарнитуру не гарнитуру а джойстики но я тоже говорю вот в этом разделе игр он сильно не потянет можно одну-две игру поставить все таки не для этого назначен ну что нибудь иногда когда время убить можно поставить настройки устройства вот здесь уже вам все показал главный экран это все тут же есть безопасность специальные возможности есть вот здесь такое меню тоже приложение которые меня установлены и ну вот такой stick небольшая цена удобная штучка а сейчас скажу итоги плюсы и минусы и все вот я вам немножко показал показал как все работает и так расскажу какие наверное начну с минусов минус конечно в этого устройства что он не поддерживает он формат 4к хоть я и говорил что он у 4k сильно не нужен ну а вдруг у кого есть такой телевизор посмотреть красивую картиночку или ай пить лист тивилист запихнуть где есть 4к каналы не критический недостаток но он все таки есть что еще еще один недостаток что нельзя в этот секус добавить памяти установите флешку сиди карту не знаю может через переходник как там можно но я слышал что такое не получается так что нужно пользоваться тем что есть ну еще минус или как это не предназначен он для игр игры он простейшие игры до тянет работает но уже более мощнее игры нужно что-то покупать посерьезней а теперь плюсы очень маленький размер лицензионный netflix prime видео от амазона google ассистент что надо говоришь здесь спереди микрофон все находит плавно работает видео хорошо работает с youtube особенный плюс chrome кост это вообще как бы находка берете на телефоне выбираете любое видео в youtube ли что нажимаете на такую кнопочку на телефоне и на экране у вас идет картиночка компактные размеры это тоже плюс можно с собой брать в командировки на отдых либо куда все ваши сериалы все ваши подписки здесь воткнули в телевизор и смотрите в любом месте планеты очень удобная штучка лишь бы был интернет и приставкам намного себя лучше показывает чем встроенный смарт-тв в телевизорах я не сказал бы что сильно уступает ми бокс уэс ну в качестве мультимедийные возможности вообще идеально все но много он лучше некоторых ноунаймов разных приставочек таких 18 гигабайт вот он намного лучше работает чем 464 одного найма я вам говорю это точно очень быстрый очень хороший компактные размеры плюсов больше чем минусов так что советую митивистик берите не пожалеете ну а дальше до следующих видео еще будет много интересных распаковок и от компании сяоми покажу вам еще новые тв тюнера ну и как всегда будут обычные распаковочки сайтов алиэкспресс китая так что всем пока пока до новых видео